В очередную волну превалирует омикрон, более заразный штамм ковида, который легче переносится. Основная нагрузка, по словам министра, как и весной, легла на амбулаторную сеть. Если в июле поликлиники принимали порядка 700 человек в день, то сейчас около 2200. Но плановую медпомощь никто ограничивать не планирует, как и вводить другие ограничения. Даже масочный режим в регионе лишь в качестве рекомендации. Тяжелых больных немного, как и коечного фонда. У нас сегодня работает лишь 8 госпиталей. 611 коек мы развернули. И уровень загруженности коечного фонда сегодня порядка 86%. Доля тяжелых пациентов невысока. 12 пациентов на утро сегодня находятся в реанимационных отделениях. Но если вдруг сценарий заболеваемости изменится, в регионе готовы развернуть 300 реанимационных коек и увеличить количество госпиталей. И все же прогноз положительный. Коллективный иммунитет дает о себе знать, да и число вакцинированных последние недели росло. За прошлую прививки поставили порядка 15 тысяч человек. Хотя в крае готовы вакцинировать такое количество в сутки. Кстати, наш опрос на улице показал, что прививками уже не пренебрегают. Я вакцинировался в Казахстане, когда был. Давно? Ну, наверное, полгода назад. В прошлом году, весной. Но уже прошло, надо вот ревакцинироваться, планирую. Раньше прививки не делала, старалась избегать. Болела. Стала делать прививки. Бог милует. Вакцины в регионе достаточно. Как взрослой, так и детской. Взрослым повторно можно вакцинироваться первым компонентом спутника ВИЭТа. Аналог ЛАЙТа. Правда, решение прививаться одним компонентом или двумя принимает врач. Чего нынешней осенью стоит опасаться населению, сообщили на пресс-конференции, так это гриппа, который последние два года был фактически вытеснен ковидом. Естественно, снизился защитный, скажем так, коллективный иммунитет у населения. Это не только Алтайского края касается, это в целом по странам, в том числе Российская Федерация. Следовательно, поскольку иммунитет снижен, поэтому предполагают, что более серьезно будет протекать вирус гриппа. Поэтому прививаться нынче настоятельно рекомендуют от обеих болезней. Тем более, что поставить прививку можно одновременно, правда, в разные места. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком.